Вот так? Сейчас я сюда залезу, ты мне вот эту штуку подашь на верху. Всем привет! Нормально? Пишет? Теперь я понял, как я снимал это? Да? А я с 14-го года так снимаю, 7 лет уже. Всегда туда лазил. Что, давай разменяемся? КОНЕЦ Продолжение следует... Пару слов, немножко познакомимся и поговорим о концепции сегодняшнего нашего движения. Так, для тех, кто меня не знает, меня зовут Илья. Я немного промышляю тренерством, уже лет 12. Собственно, сегодня меня пригласил Егор к вам. Для чего? Чтобы я поглядел, свое какое-то мнение высказал по поводу приема в первую очередь. Но попутно, я думаю, мы только приемом не обойдемся. Сейчас задача следующая. Вы встаете в самое простое упражнение, которое мы с тобой обговаривали. Двое в приеме, те, кто у вас участвует в приеме. Ты связка, да, получается, тоже? Два связки, работаете друг с другом. Каким образом? Один встает между 3 и 2 как прицел, как ориентиры для приема качественного. Второй встает в четверку. Просто банально отрабатываете по 5 передач, местами меняетесь. То есть, отработка передач в 4 с приема. Все максимально. Просто единственная просьба, чтобы вы не прижимались. Кто, кто будет ловить мячи, к сетке не прижимались. И в павалянами заходили. Примерно здесь находимся на расстоянии вытянутой руки. Ручки можно поднять, как прицел. Чтобы связка сюда попадала, плюс-минус. Подачу подаем следующим образом. Мы начинаем вдвоем в приеме 6-1. Подачу из 5,1. То есть, из 5 больше по линии. Из первой зоны в диагональ. Все, распределяем семечишки все туда. Сейчас походу расскажу, покажу, объясню. Ну, давай. 1,6, да, в приеме. Не, Егор, ты в 6? А для тебя тоже упражнение. Ты отрабатываешь перемещение на блоке. То есть, вслед за передачей, после, не заранее. Ты знаешь по заданию, что они пасуют в 4. Но раньше времени не стартуют. На блоке перемещение твоей задачи сейчас вправо отработать. Шаг правой ногой по направлению движения стопа. С крестной левой стопа уже начинает разворачиваться. Приставной правой. В динамике стоишь. Раз, два, три. Последним шагом ты варьируешь расстояние до крайнего блокирующего в игре. Если ты дошел достаточно близко, или вы закрываете диагональ, шаг этот маленький. Если тебе надо ближе к линии к боковой, шаг широкий. Все очень просто. Ноги достаточно длинные, легко к тебе будет. Главное в темп как можно быстрее. Первый шаг широкий. То есть, ты стоишь, раз, шагнул. С крестной еще шире. И приставной повод возможности. Погнали? Подаемся. Перенос четкий. Четкий перенос рук. Успевай выпрыгивать. Стоп. Сразу же. При приеме слишком высокая обработка. Мяч, в принципе, хорошо. Отлетает туда, куда надо. Особенно снизу. Но слишком высоко. То есть, любой более резкий планер или же силовая подача, я думаю, с силовой проблемой начинается. Потому что стойка слишком высокая. Чуть вправо, чуть лево мяч срезается. Либо ты втыкаешься, мяч улетает в эту сторону. То есть, контроля нет. Поэтому здесь самое главное ноги. В волейболе, как в любом элементе, в принципе, в приеме, главное выход под мяч. Самое важное. Ты заранее должен определиться, как ты будешь обрабатывать мяч. Сверху или снизу. Если мы говорим про планер. В первую очередь, да. То есть, ты определился, допустим, от него я буду принимать сверху. Выходишь сразу ближе, в зависимости от своих антропометрических возможностей. Чтобы все, что выше, там, в прыжочке немножко, это был аут. То есть, ты смотришь. Руки всегда на уровне лица, если мы сверху начинаем принимать. Вниз их не опускаем. Здесь мы переходим к тебе. Отсюда, прием, сверху. Тут либо снизу, да. То есть, ты ловишь мяч все время в пограничной, самой противной зоне. Где ни снизу, ни сверху, на уровне груди. То есть, то же самое заранее. Снизу локти сгибаешь. Секрет простой. Соединяй лапы. Плечи к щекам. Выше, 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 выше. Просто поднимай. Вот так. Все. Ты сразу видишь площадку. Садишься. Здесь ручки держишь, если снизу обрабатываешь. Тебе площадку видно, и плюс ты видишь точку, куда ты водишь. И банально, когда ты плечи поднимаешь, у тебя руки ближе становятся друг к другу. Все очень просто. Максимально напряженные руки. Местами поменяйтесь. 6-1. И продолжим. Следующий момент по приему. Тоже всем это будет полезно. Дело даже не только в приеме. Всегда, опять-таки, выход под мяч в любом компоненте игры важен в волейболе. Второй момент, который в любом компоненте игры важен, это поворот корпуса. То есть, мы все время, неважно, прием, защита, передача, мы должны корпус повернуть в ту точку, куда пасуем. Если мы пасуем спиной, к примеру, все равно корпус у нас направлен в ту точку, куда вы хотите направить мяч. Последний момент, выбитый мяч, вышли, хочу паснуть в два. Последний момент, а корпус разворачиваю туда, куда должен мяч приземлиться. Даже если я скрываю передачу до последнего. Потому что вот таких передач в идеале быть не должно. Спиной к сетке вас не должно никогда разворачивать. Это касаемо передач. По приему, опять-таки, вы должны быть мобильны. Самое важное, ноги всегда чуть шире плеч, вы всегда в движении, в потенциальном. Мяч сейчас у тебя был справа, тянулся, мяч куда полетит? Мяч полетит в стену. Всегда закрываем корпусом. Плечо ближнее к мячу должно разворачиваться все время в поляну. Либо в ту точку, куда ты хочешь довести мяч. Понятно, да? То есть, такие моменты тоже бывают, да? Мы все не без греха, так бывает. Принимаем, обрабатываем мячи, ничего страшного. Но в идеале, особенно если какой-то острый планер, на подаче должна быть максимальная концентрация, так же, как и в приеме. То есть, это два компонента, где концентрация решает все. На подачу только вы и мяч, по сути. В приеме вы и подающий. И вы должны держать концентрацию на мяче. В обоих случаях максимум. В приеме, при обработке планера, руки снизу натяжены. Просто натяжение жесткое, прям максимально жесткое. Сверху пальцы тоже жесткими. Даже если мяч будет планировать, да, вверх, вниз, вправо, влево, на какой-то из один пальцев попадет, на кончик пальцев. Если они жесткие, он останется вертикально. Будут мягкие, мяч будет в ауте. Поэтому с этим повнимательнее. Сейчас вы смещаете 6-5. Связки пасуют в два продолжают. Центральный также перемещается влево. Стоп. Еще пару слов про прием. Особенно касаемо девчонок. Обычно девчонок не учат сверху принимать почему-то в дюшках. Только в последнее время такая тенденция пошла. Но если принимаем сверху, всех опять-таки касается, любой прием сверху, вы должны направить мяч просто вертикально. Потому что, да, вперед не надо. Почему? Потому что кисти у нас уже сразу стоят под направление вперед, по сути. То есть движения, вот локтевые, кистевые, они уже направлены с потенциалом вперед. Здесь нужно дать высоты. Когда вы даете высоту, мяч сам полетит аккуратненько, плюс-минус, на переднюю линию взвешенной. Как только вы в приеме даете скорость, пальцы напряжены, мяч летит достаточно быстро, мяч будет низкий для приема. Продолжаем. Хорош. Вот то, что надо. Супер. Стоп. Сейчас немножко по связкам. Дэн уже знает мои претензии к нему. По тебе. У тебя обратная ситуация, в отличие от Дэна. Ты почти на прямых локтях пасуешь. Чем это чревато? Это классно, когда парни в суперлиге, когда они пасуют с уровня середины антенны, им нужно дать скорость просто в края. У нас такой возможности нет. Плюс прием не тот, да? То есть, если мяч достаточно низко, на прямых локтях ты его хрен паснешь туда, куда ты хочешь. Тут у тебя одно направление перед собой остается. В два ты его не выпаснешь. Две передачи, вот эти последние, тому доказательство. То есть, о чем я говорю? Локти побольше сгибай. Добежал, локти согнул, спинкой. То есть, расстояние ты варьируешь за счет работы спины, а не локтей. Локти всегда примерно в одном диапазоне работают. Сгибание-разгибание. Что вперед, что назад, что в три, неважно. Расстояние ты варьируешь спиной, высоту, локтями. Хочешь выше, резче просто от мяча избавляешься. Спиной хочешь дальше паснуть, соответственно, спиной порезче. Если мы говорим про передачу за голову. Попробуй локти побольше сгибать. Продолжаем. Пойдет. Так, стоп. Потом по ведяхи поглядишь к центрам. Какие основные претензии могут быть? Неправильный подбор стопорящего шага. Ты сейчас заметь, ты сколько раз улетел за боковую? То есть крайний, считай, в стене у тебя где-то каждый раз. То есть почему нужны вот именно эти шаги? Почему такая постановка? Здесь ты берешь разбег для скорости, да? То есть двигаться боком не очень быстро получается. Когда ты лицом по направлению гораздо быстрее. Вот это ты и делаешь. То есть этим шагом ты даешь себе ускорение. Этим шагом ты начинаешь себя тормозить и разворачивать. То есть тебя по инерции уже будет разворачивать к сетке. То есть если бы ты просто так стопу поставил, потом тяжело было бы тебе разворачиваться лицом к сетке. Ты бы прыгал боком. Соответственно здесь мы начинаем движение по развороту. Самый важный шаг вот этот последний. Стопу ты должен поставить четко перпендикулярно сетке. И расстояние, повторю, варьируешь в зависимости от передачи. И от работы со своим крайним. Что вы договорились закрывать? Диагональ значит шаг меньше. Линию значит шаг шире. То есть вот на эти шаги прям обратите внимание. Прыгаешь классно, легко, воздушно. Но улетаешь, это бесполезно. Продолжаем. Местами поменяйтесь, 6-5. Еще. Сейчас пока в Юлю. Юлю погрузите пока. Юлю по пятой подаче. По пятой только. Только в Юльку. Да. Смотри, снизу. Втыкаешься в мяч. То есть ты делаешь шаг. Не-не. Ты делаешь шаг часто в момент приема. Это называется воткнуться. Да. Ты должен выйти. И плюс смотри. Вот ты сейчас сел. Ты на пятках. Руки у тебя здесь. Здесь невозможно принять мяч комфортно. Ты должен быть на носках. И обрабатывать мяч вперед. Да. Да. Перед собой. То есть движения все должны быть вперед. И плечи, не стесняясь, поднимая их. Как только ты их поднимешь, ты почувствуешь, насколько точнее будет доводка. Прям их прижимаешь откровенно к щекам. Пусть это будет забавно выглядеть. Но зато ты будешь обрабатывать. Да. И кисти вниз. Все. Как только ты кисти вниз направляешь, предплечье напрягаются. Все. Здесь площадка более-менее жесткая. Мяч уже будет отскакивать. Они будут прилипать. Плюс, когда ты их напрягаешь, самое главное здесь вот эти подушки свести. Тогда руки будут примерно на одном уровне. Как только они сбиваются, мяч, соответственно, срезается. На локоть, на руки разной формы. Смотри, видишь? Все. Поэтому у меня здесь была на стороне. Тогда прием, особенно планера, в силовую можно и вообще там. Ну, я пытаюсь как-то, знаешь, так немножко сделать. По силовую так даже будет зашибись. Так будет лучше. То, что будет, вертикальный отскок. Под планер кисти, пальцы сильные сверху. Сделал акцент на приеме сверху. И все. То есть планер, лично я для себя решил, что я буду стараться принимать планер сверху. Потому что мне так комфортнее, мне так проще. Снизу он может всяко срезаться. Плюс я тоже в своем приеме снизу не всегда уверен. По силовую я могу как-то варьировать за счет работы. Но где-то... Можно срываться. Да, да. Особенно, если ты уже все вышел четко, да, там закостенело, так сказать, ручки уже все напряжены. Тут уже сложно варьировать. А сверху как-то попроще в этом плане. Поэтому пробуй планер сверху. Что лучше делать, чтобы пальцы потверже будут? У тебя есть мячишки 500-граммовые. Я дам упражнения сейчас. И отжимания на пальцы. Самое банальное. Давайте еще буквально, еще буквально 3 минуты. 3 минуты меняемся. Идем сюда. Сейчас связки пасуете по очереди. Ты сейчас нападаешь. Сыгрываешь с связками. В приемчик. Кто еще не принимал? Попадем, попринимаешь. 6-1 прием. Юль, в 1. Ты в 6. Также по 5 передач. По 5 передач также у вас все то же самое с центром. Договаривайтесь еще играть. Просто нападаешь на голой сетке. Просто нападаешь на голой сетке просто. Так, стоп, секундочку. По приему тоже старайся больше планер сверху принимать. Потому что снизу ты опускаешься на пятки. Либо сейчас поотрабатывай движение больше вперед. Но для этого тебе нужно чуть дальше отойти и в потенциальном движении быть вперед. Либо ближе, наоборот, выходишь 4-5 метр и сверху пожестче пальчики. Поотрабатывай. Забегаешь близко, заставляешь его пасовать на сетку. Не важно, его или его. В зависимости от твоего прыжка. Да, плюс-минус отсюда. В середине, передней линии отталкиваешься. Даже если мяч будет близкий, ты сможешь варьировать, хотя бы скинуть. Второй момент. По приему ты должен всегда смотреть. То есть в игре, как центр, ты стоишь на передней линии. Твои мячи какие в приеме? Укорочки, отскоки от сетки. Вот это твоя бочина. Ты в этом должен помогать, особенно на силовых подачах, когда твои игроки задней линии оттянуты к лицевой. Вот это твои мячи. То есть если силовая, ты прямо сюда потом выходишь, 4-й метр. Если планер, если мы говорим о планере, ты выходишь сюда, ближе. И главное сесть, чтобы не мешать ребятам принимать. То есть это сложный момент. Второе. То есть ты обращаешь внимание на прием, на качество. Это самое главное для выхода в атаку. Посмотрел на качество приема, посмотрел, где связка, и смотря, что вы играете. Вы сейчас играете взлет на голове. Соответственно, ты должен ориентироваться на него. Правильно? То есть посмотрел прием, его прижали ко второй зоне. Ты к нему пулей бежишь, и прямо рядом с ним толкаешься, если его отвалят. В 4 такая же ситуация. Но в 4 вы можете играть и за головой, соответственно. То есть здесь должно быть взаимодействие. Его пока нет. Вы не коммуникабельны, вы не общаетесь. Вот единственный, от кого слышал, от Юли, стык справа. Все, остальное тишина. Об этом тоже пообщаемся. И смотри, по приему опять-таки. Отведенный мяч, отходи от сетки. Сымитируем. Еще, 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 еще. От сетки. Все, вот выбитый прием. С него можно играть первым темпом. Даже нужно для дезориентации соперника. Отсюда, когда выбитый мяч, ты главное должен развернуть корпус к нему. Ты должен его видеть. Все логично. Если ты будешь бежать так, как с идеальной доводки, как будто бы здесь у нас связующий игрок, то он тебе будет посылать в затылок. Отсюда хрень ты чего выкрутишь. Только один Егорчев вот так вот бил. Больше никто так не делает. Все, корпус сюда, вышел. И у тебя хотя бы один сектор для атаки есть. Плюс есть скидка. Хитроумная какая-нибудь, да? Все, то есть смотришь по приему и по выходу связки. Вот, 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 вот. Все, все просто оказывается. Еще дальше от сетки толкнись. Хорош прием. Еще, еще толкнись дальше. Ты не можешь полностью раскрыть свой потенциал. Да. Да, 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 речь и только раньше сними. Сейчас ждал за чем-то. Пошел. Нормально. Вот, не останавливай руку. Ты размахиваешься, мяч уже нужную для тебя точку проходит, только потом бьешь. Чуть пораньше, в наивысшей точке снимай. Все, хорош, хорош, то центр сейчас помрет. Смотри, ты допустил несколько типичных ошибок для центрального блокирующего. Нет, да хрен с ним прыгаешь. Ты не в свои дела начинаешь лезть. В игре, как правило, центры, во-первых, мешают в приеме. То, что у тебя здесь было пару раз. И второе, блокирует связующих. Я буду пасовать, я такой классный. Твоя задача всегда в игре, вот это нужно запомнить и стараться применять. Твоя задача, реально, вот как сказал Дэн, неблагодарное дело. Да, ты прыгаешь, на блок приземлился, в идеале развернулся, посмотрел, нужна ли страховка, может мяч в тебя летит. Если нет, ты пулей оттянулся на два шага, пулей на два шага вверх. То есть у тебя здесь короткие челноки в пределах 3-4 метров от сетки. Твоя работа такая, от свиска до свиска пахать. И плюс перемещение, блокирование. То есть надо, чтобы вы понимали, центры. Много ребят, а-ля твоей антропометрии, с твоим прыжком, хотят, чтобы их грузили в нападение. Это логично, это правильно. Но ты должен для себя понять, что твоя задача в другом. Ты центральный блокирующий, а не центральный нападающий, да? То есть ты должен набирать очки на блоки, на подачи. И когда тебе поснули, забить этот мяч 100% вообще. То есть вот такая задача. Ты очень зависим от приема, как игрок этого амплуа, да? То есть вот чем лучше мы, грубо говоря, гоняем людей в приеме, тем больше шансов у тебя в игре нападать. Это ж командная фиговина. Это края могут под себя принять его куда-нибудь на пятый метр и потом решать проблемы героически. То есть просто будь к этому готов. Сейчас мы делаем следующие. Связки работают с 500-граммовым мячом и с Юлей. Задание для вас дам. Остальные напары парами на этой стороне от сетки. Один у сетки, другой на задней линии. Юлька, ты работаешь здесь. 20 сверху, 20 снизу. Снизу нормально тебе будет? Не больно? Комфортно будет довести? Попробуй. Ему, да. Посни, Даней. Да, просто посни, как ты обычно посуешь. Нормально тебе? Все. И 20 снизу. Вы работаете следующим образом. С Юлиной доводки 20 передач за голову поменялись. То есть один в двойке стоит, второй в третьей зоне. Все. Ты пасуешь за голову, я пасую в четыре. Понятно, да? То есть вы работаете на удержание просто. Все, можно начинать. Мы с вами сюда. Делаем следующее. Первое упражнение на отработку приема вот этих вот движений, о которых мы говорили. С закрыванием плеча, с закрыванием корпуса. Сейчас делаем следующее. Один на задней линии. Далеко не отходишь, 107 метр. Те, кто у сетки, выполняют простое упражнение. Наброс чуть влево от партнера, чуть вправо. Задача какая? Не так, как ты сейчас это делал. Не тянутся руками, ногами. То есть вот направление носочка, мяч туда, скорее всего, и полетит. А с шагом и корпусом, с шагом и корпусом постоянно. То есть корпус вы должны направить к тому игроку, который у сетки, к вашему партнеру. Понятно, да? В чем смысл? По 20 местами меняетесь. Погнали. 13. 14. 15. 16. Давай, давай. Давай мяч. Погнали. 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 Ты все делаешь точно сюда наоборот. Мяч справа от тебя, у тебя левая нога впереди. А должно быть наоборот. То есть движения все максимально простые. Давай, понабрасывай. Все, встал? Раз, плечиком. Верно. Давай. Раз, плечиком. Доработал. Раз, плечиком. Доработал. Все время плечика работает. Плечика. И все. Мяч будет лететь. Все максимально просто. Сейчас работаете на технику. Один из вас в двоечку. Кто сейчас не пасовал в третьей зоне. Все. Вкат. Вкат в либеро. Доводка. Передача в два. Все просто. На удержание. На технику. Подряд техничку эту катаем. Держим мяч в воздухе. Хорошо. Ты работаешь еще. Смотри. Стоп. Во-первых. Стоп, стоп. Смотри. Во-первых, атака. Плюс-минус вот сюда. В угол не прижимай. Второе. Ты начинаешь отсюда. Давай шарик. И сейчас повкатывай. Все. Вот здесь сидишь. После передачи выходишь. Обработал и вернулась. После передачи. Да. 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 Так. Вы по 20 уже сделали. Я правильно понимаю? Все. Я уже вижу. Сейчас смотрите. Если мы говорим об упражнениях, где определенное количество нужно сделать, сделали и остановились, чтобы я видел, что вы закончили. Второй момент. Сейчас самый противный момент для приема будем отрабатывать. Бросаем от груди в район груди своего партнера. И что мы делаем? В игре, когда такой момент происходит, когда мяч летит вам в грудь. Да. Непонятно, что сделать. Как, что? Правильно. Мы должны уйти с линии атаки, подставив руки. Здесь опять-таки работает вот эта самая пресловутая плечика. И руки подставляем так, чтобы мяч подлетал вверх. Как только вы плечо не поднимете, мяч по касательной уйдет в сторону. Вы должны доработать плечом. Вот это движение мы отрабатываем. Далеко не надо ходить поближе. Все. В район груди успевает идти. То есть просто резко выбрасываем мяч. Также по 20. Поехали. Так, стоп. Направление атаки то же самое оставляем. Ты сейчас делаешь следующее. Довела мяч. И ускоряешься сюда. Здесь типа страховка. Потом пулей туда сразу. Ближе подходи. А ты прям от груди ему бросай резко. Чтобы меньше времени у него было на всякие кривления. Чтобы вот рефлекторно это отработать. Давай. Хорошо. Вот здесь посложнее. Здесь у тебя посложнее. Вот над этим больше поработай, значит. 20. Это что ты его жалеешь, потому что у него камера? Бросай речи. Речи и в район груди. Вон. Речи, речи, речи. Где так нежно? От груди в грудь не из-за головы. Старайся минимизировать количество шагов. Давай, бросай. Встал. Раз, подставился. То есть твоя задача просто быстро уйти. Да. Просто быстро уйти с линии атаки. Мне-то бросил хорошо. Что за дела? Вот так же ему бросай. Иначе он не отработает ничего. Во, пойдет. Во, во, во. То, что надо. Издеваются, да? Да тут скользко, скользкий зал. Сейчас работает над следующим. Сейчас ты их гоняешь. Ты остаешься на месте, выбивая мяч 3-4 метр. Так называемый знак доводку. Сюда просто выбиваешь. Вы отрабатываете связки. Перемещение от сетки всегда отсюда. Выход с показом в 4, в последний момент в 2. С поворотом корпуса. Все. Повыше просто вертикально выбиваешь. Принимающий, погнали туда. Следующее задание С. Сейчас мы с вами работаем по 15 повторений. Каждый из вас. Да? Мы сейчас с вами отработаем прием сверху планера. 15 сделали, местами поменялись. Следующее. 15 планер снизу, 6-7 метр. Также по 15 сделали, местами поменялись. И 8-9 метр здесь, но не на лицевой, и тем более не за. Сильная атака, имитирующая силовую подачу. Про планер. Давай, вставай. Вот. Вот такой ерунды быть не должно. Вот так подаем. Пожестче, пожестче. Резко. Жесткой кистью. Прям в лобешник целимся. Ближе, ближе, ближе. Ближе. И руки заранее на уровне лица, чтобы он тебе в лицо-то не попал. Во, отлично. Ты лови, лови. А? Да, да. Ты его лови. Почему? Потому что когда вы начинаете подряд, мяч закручивается. И это уже не планер. А мы должны планер отработать. Отлично. Во, сверху, видишь, прием супер. Только сверху планеры принимаешь. Давай. Хорош, Дэн. Беги, 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 беги. Отлично. Стоп. Стоп, Юль. Смотри. Сейчас неплохо мяч летит. Все здорово. Но ты читаем. Объясню почему. Потому что вместо того, чтобы сгибать локти, тут что-то приходится сгибать. В любом случае. Для того, чтобы выкинуть мяч из глубины за голову. И ты сгибаешь ноги. И вот по этим ногам тебя прочитать, вот как сигу закурить. Вообще за ней вкипеть. Держи руки здесь. Для чего? Последний момент. Ты должен скрыть. Ты же связкой не подкидываешь. Ты должен все свои действия скрывать. Чтоб не знал. Не твой партнер. Не соперник. Куда ты будешь пасовать? Ты дирижер. И поэтому вот пробуй. Прям сгибай откровенно. Потом посмотришь еще раз. Вот ты реально вот отсюда и начинаешь приседать. И отсюда выбрасываешь. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь попробую ими не размахивать так сильно. Иногда получается хорошо. Прилетает туда, куда тебе нужно. Мяч, соответственно, отскакивает хорошо. Да. Для этого ты должен минимизировать движение руками. При приеме планера лучше всего не махать. Да, пожестче. Насколько я понимаю, что травма была. Насколько можно жестко и прямо. Чтоб мяч более-менее прогнозируемый мог от тебя отскакивать. Супер, хороший, сложный мяч. Пойдет, пойдет, нормально. Вверх, пойдем? Да. Отлично. Юлька, зашибись. Только на языке театралов переигрываешь. Ты прям плечом оп и туда. Ты сама должна понять, что ты должна представить. Я сейчас посну в 4. Все, да. А потом раз, оп, типа передумал. Ветер переменился. Раз, поснуло в 2. Вы сюда поняли, типа, а потом раз и туда сюда. Не. Если это нарабатывается, все четко. Это же, как каждый элемент, должно отработано быть просто. Все, последнее, что я вам скажу. И больше вас мучить не буду, то что вы подустали, я смотрю, слегонца. Про подачки. Если мы говорим про планер, то мой вам совет ориентироваться на девушку, поскольку она у вас есть. Потому что женский планер это адская хрень. Потому что их учат подавать вот идеально. Женская школа подачи планера это конфета. Почему? Потому что девчонки, они прям вот с таких ногтей, их-то мучат то по стеночке постучать, то по полу постучать. И у них ладонь, как деревяха. Чтобы пощечины потом вам давать, как надо. А, накода какие-то. Да, да. Жесткая кисть. То есть при планере главное жесткая кисть. И вы должны оставить руку, в отличие от атаки, не вверху, не надо тянуться там где-то на невероятной высоте. Главное, чтобы кисть осталась перпендикулярно полу. Все. Там уже начинаются вариации. Когда вы эту хрень освоите, начинаются вариации. Можно кисть немножко подогнуть, мяч будет обрываться, речь. Можно укорочки подавать. То есть всякие моменты начинают. Главное, не провожать мяч, он полетит в сеть. И не попадать под него, он полетит в аут. Все. То есть перпендикуляр, вот и отловим, и короткое касание, отрывистое. Про силу. Особенно у тебя, я посмотрел, как на разминке ты это делаешь. Прыжок есть, наброс перед собой. Что с рукой-то? Ты кому привет-то передаешь? То есть силу мы должны целиться примерно метр за лицевую. Плюс-минус. То есть не в поляну. Потому что нет такого прыжка у нас сумасшедшего. И роста тем более. Туда, за лицевую. И при этом максимально вкручивая мяч. Кисть максимально работает. Тут уже максимальные амплитудные движения. Тогда мяч будет вкручиваться в поляну. Она как лыс должна быть расслаблена. А ты наоборот задерживаешь руку. Что при атаке, что при подаче. Это видно силовой. Выпрыгнул. Ждешь что-то. Махни, брось ее. Да, порезчи. Так, резюмируя. То, для чего, в принципе, меня сегодня приглашали. По приему. Запоминайте. Всего три правила для приема. То есть в больших профессиональных клубах всегда есть тренеры статистики. Или просто тренеры, старшие, там неважно, главные. Всегда есть разбор соперника. В первую очередь разбирают подачу. Поскольку у нас такого нет, да, вы должны сами по ходу, где-то по ходу разминки. Там, как правило, стараются подавать свою максимально крутую подачу. В игре она, как правило, гораздо проще. И по первой партии разбор должен быть. Этим в первую очередь на площадке занимается Либер. Если нет тренера, этим занимается Либер. Разбор подающих, подсказы постоянные. То есть планер. Все знают, что нужно немножко поближе подойти. Особенно те, кто предпочитает прием сверху. Сила. Все знают, что нужно идти подальше. То есть вот эти банальные подсказы, простыки, да. То есть как они разбираются. В курсе, не в курсе, все-таки расскажу. То есть вот я игрок шестой зоны, к примеру, да. У нас есть площадка, она визуально делится напополам. Вот. По центральной оси. Если у нас подает человек ближе к пятой зоне, то есть справа от меня, мы играем стык справа. Что это значит? То есть все мячи, которые летят справа, от меня играю я. Все, что летит слева от меня, я оставляю своему партнеру. И, соответственно, все, что слева от этой оси, центральной, мы играем стык слева. То есть я играю все, что летит слева от меня, все, что справа, оставляю. Бывают моменты, чаще всего это берут на себя либера. То есть когда у нас игрок подает из пятой зоны, к примеру, я как либера стою в шестой зоне, здесь у меня доигровщик, к примеру, передней линией. Я с ним договариваюсь, в момент наброса ты уходишь. И в момент наброса я перемещаюсь сюда, занимаю большую часть площадки. И обрабатываю мяч больше. Чтобы освободить, во-первых, освободить доигровщика передней линии от приема, ускорив тем самым игру в краю, банально. То есть мы его освобождаем, у нас есть быстрая передача в край, есть первый темп, при идеальной доводке, само собой, да? Плюс-минус рабочий. Следующий момент, самый-самый важный, непосредственно прием. Он у нас зависит от трех факторов. Первый фактор – это выбор позиций и оценка ситуации. Мы должны понять, где для меня конкретно комфортно начинать движение в приеме. В зависимости, конечно, от подающего. Если подает планер, лично я начинаю, ну вот где-то здесь, в серединке задней линии. Да, бывает иногда за шиворот мячи залетают, но это варьируется. То есть я потом знаю, что человек может за меня закинуть, я встаю, ну подальше. Все, то есть примерно здесь я начинаю планер обрабатывать. Если мы говорим про силу, старт примерно здесь. То есть практически от лицевой потихонечку начинаем краситься и смотрим. Если мы говорим прямо о плотной. Бывает, что силовые – это такие больше докаты, которые можно и сверху, и пяткой там довести. То есть мы говорим именно о силовых подачах. То старт оттуда, восьмой, девятый метр. И потихонечку вперед. Второй момент – это определиться, как вы будете принимать. Сверху или снизу, да? То есть вот то, о чем мы говорили, позиция. И третий момент – это техника непосредственно. У каждого из вас есть свои плюсы, свои минусы. У кого-то прием снизу лучше, у кого-то сверху прием. Вы, исходя из своих плюсов, должны построить свою стратегию приема. Если я хорошо сверху принимаю, я выхожу сверху больше обрабатывать мяч. Все максимально просто. И коммуникации должны быть на поляне. Вот эти все вещи. Я – это, может быть, казаться не нужно, но на самом деле без этого тяжело играть. Будут спорные мячи, будете расходиться. Заранее обговаривать, чей стык. Кто больше берет на поляне в приеме, кто меньше. То есть эти вот все нюансы нужно обговаривать. Плюс вы должны подсказывать центральным блокирующим, да, кто у вас там еще будет центр. Смотреть сетки, обязательно напоминать. Связки тоже смотрят всегда от сетки, от скоки, когда на передней линии. И выбрасывают его на заднюю линию в идеале для либера. Либера уже роль второго связующего выполняет на поляне. Все, вопросы есть какие-нибудь? Все, всем спасибо, ребятушки. Хоп, хей, левел а. Понападаем? Попасуем, понападаем? Я, кстати, хотел опросить, чтобы понять потом для себя. Я, что мог, ты, садись, я бы дал, куда-то, что ты сюда бы вышел. Что, давай ты отсюда, ты отсюда. Да, да, да. Тяжело одному-то подавать. Встанешь. Ты в два получается? Давай я буду, короче, выб... Ну ладно, пока так. Ты в два получается? Давай я буду, короче, выб... Ну ладно, пока так. Ты возле меня где-то, да, получается? Да. То есть не метод? Да, тогда, если ты будешь подальше, делай навес. Вот, примерно, по такому языке, а вот, если я буду ближе к тебе, то... Давай, 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 давай. Давай, давай. Сейчас попробуем. Блин, непривычно, капец. Ты просто можешь там пригнуться, еще где-то. Только по праву. Можно это удалить сразу? Я заволновался. Просто чуть-чуть. Бууу! Пойдет, пойдет. Даже не заделал. Хорошо. Ха-ха. Там это... У-у-у-у! О! Ба-а-а! Может, связка пойдет? Юля, играй. Может, три пойдешь на подальше? Ха-ха-ха. Принянуть и планер еще, что вы? А-а-а! 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 А-а-а-а! Я заснял! Я заснял!